Добрый день! Вы смотрите итоги дня информационного портала Управда.ру. С вами Сергей Прус. Смотрите сегодня в выпуске. Стоимость проезда в ульянских маршрутках возрастет. Асфальт на Императорском мосту рассыпается, а на президентском ведутся противопаводковые работы. В Ульянской области расширяется сеть фельдшерско-акушерских пунктов. Школьников научат основам ведения собственного бизнеса. В регионе выбирают учителя года. Новость дня. Повышение тарифов на проезд в маршрутных такси. На прошедшие сегодня встречи журналистов с частными перевозчиками было озвучено, что уже со следующей недели проезд повысится на 3 рубля на 5 маршрутах – 3, 5, 38, 93 и 94. Предполагается, что это позволит обновить автопарк, закупив новые вместительные автобусы «Газель-Некст». Будет ли подражание проезда на других городских маршрутах – покажет время. Сегодня губернатор Сергей Морозов принял участие в совещании по поддержке талантливой молодежи. Мероприятие проходило в Ижевске при участии полномочного представителя президента в Приволжском федеральном округе. Встреча глав регионов по Волжье прошла в Ижевске. Обсуждались вопросы выявления, развития и продвижения талантливой молодежи. Открывая заседание, полпред Игорь Комаров подчеркнул, что создание эффективной работы с молодежью и одаренными детьми – задача, поставленная главой государства. Опытом поддержки молодежи Ульяновской области поделился и Сергей Морозов. Он отметил, что в субъекте учрежден губернский конкурс молодежных проектов, грантовый фонд которого составляет полтора миллиона рублей. Кроме него учреждены еще несколько конкурсов и стипендий, созданных для поддержки одаренных. В целом в области проживает около 230 тысяч человек, причисляемых к категории молодежь в возрасте от 14 до 30 лет. Это 20% от всего населения региона. Задача руководства субъектов – создать условия, чтобы одаренная молодежь имела возможность найти себе достойное применение, не уезжая в другие города. Анна Тищенко, новости Ульянской правды. Одна из проблем небольших сел – это отсутствие учреждений здравоохранения. Вопрос даже не в больницах или поликлиниках, кое-где даже нет аптек. Один из путей решения проблемы – это создание сети фельдшерско-акушерских пунктов, где местные жители смогут получить квалифицированную медицинскую помощь. В одном из таких учреждений в селе «Татарский Сайман» побывал наш корреспондент. Буквально в прошлом месяце руководство регионального Минздрава официально заявило – сеть ФАПов в Ульяновской области будет расширяться. Все потому, что в некоторых селах фельдшерско-акушерский пункт – это не только единственное учреждение здравоохранения, но и единственная аптека. Чтобы посмотреть, как работают ФАПы в действительности, мы отправились в село «Татарский Сайман» Николаевского района. Строить ФАП здесь начали в мае 2018 года. Сдали в эксплуатацию летом, однако до сих пор жители никак не могут привыкнуть к тому, что медицинское обслуживание может быть настолько комфортным. В основном пенсионеры, работающие 250 человек. Молодые специалисты получают образование, получают диплом и уезжают в города работать. В этом году построили ФАП, и у нас обслуживает тут медицинский персонал. Нашим пенсионерам очень удобно ходить, очень они рады открытию ФАПа. И они благодарны, что открыли такой красивый и уютный ФАП. Радостях от того, что раньше фельдшер осуществлял прием в кабинете географии местной школы. Кабинет пришлось разделить на три маленьких помещения. Там медики и ютились последние 10 лет. До этого также ютились в старом детском саду. Ну и там было холодно. А ведь в 1986 году для них строили полноценный пункт. Да только просуществовал он недолго. Трубы прорывались, замерзали, вот и пришлось кочевать. Сотрудники ФАПа надеются, что новое здание примет их на долгие-долгие годы. Работать в нем действительно приятно. Очень хорошо, светло, просторно, уютно, комфортно. Хочется работать, жить и работать. Сколько человек обслуживаете в этом папе? Мы обслуживаем три села. Та Цайман, Чу Цайман и Качкарлей. Население у нас общее 1415 человек. А сотрудников сколько? Сотрудников трое. Я заведующая. Процедурная медсестра. И тронажная медсестра. И техничка. В этом фельдшерско-акушерском пункте можно купить и медикаменты. Ехать в аптеку из села не обязательно. Все здесь. Мы, разумеется, не видели каждое из сел, где построили новые ФАПы. Но если в них они такие же светлые и комфортные для жителей, то, по крайней мере, проблему первичной медицинской помощи на селе можно считать отчасти решенной. Андрей Творогов, Юрий Ломатов. Новости Ульяновской правды. С потеплениями активизировались дорожные службы. Особое внимание уделяется очистке мостов, путепроводов, тротуаров, остановочных площадок, подходов к пешеходным переходам, расширению проезжей части от снега. Работы ведутся в плановом порядке круглосуточно в две смены. Также в усиленном режиме чистят ливневки и ремонтируют асфальт. Управление дорожного хозяйства города Ульяновска открыло горячую линию, куда жители могут сообщать об аварийных участках дорог. Мы в свою очередь обращаем внимание на опасный участок на Императорском мосту, где существенно разрушено дорожное полотно, в некоторых местах обнажилась арматура плиты. Что же касается Президентского моста, то на подъездах ведутся противопаводковые работы. Подробности расскажет Наталья Чумаченко. Для дорожных служб Ульяновской области настала жаркая пора в прямом и переносном смысле слова. Специалисты Центра мониторинга в режиме онлайн следят за оттаиванием дорожного полотна. Чтобы не произошло подтопление жизненно важных городских и областных объектов, подрядные организации в круглосуточном режиме очищают мосты, путепроводы, тротуары, остановочные площадки, подходы к пешеходным переходам и проезжую часть. В случае размыва, все-таки поднятия воды уровня, в случае подтопления, сейчас ведется активная работа по заготовке межкатары с песком, для того, чтобы создавать искусственные дамбы и воду уводить в русло. И проводится также работа по отводу воды с дорог, с обочин и так далее. Особое внимание уделено главной грузовой артерии города и области президентскому мосту. Сегодня на объекте трудится 15 человек и несколько единиц техники. В две смены работники очищают от снега 12 километров водопропускных лотков. Если не прочистить снег, который скопился на склонах, это может привести к большим проблемам, потому что может размыть бермы, которые держат все вот эти склоны. И это может привести к большим финансовым потерям для бюджета Ульяновской области. В регионе уже очищено 300 мостов, открыто 700 труб. Все запланированные работы дорожники завершат до конца марта. Кстати, с 1 по 30 апреля, на период оттаивания дорожного полотна, на территории области будет временно ограничено движение грузового транспорта по дорогам регионального и межмуниципального значения. Наталья Чумаченко, Юрий Ломатов. Новости Ульяновской правды. Учитель года. Общероссийский конкурс среди работников системы образования. Перед тем, как выйти на федеральный уровень, учителя соревнуются на региональном этапе. Конкурс разделен на три раунда, по результатам которых будет определен победитель. Подробности у Ринаты Алиуловой. Накануне в губернаторском лицее состоялась торжественная церемония открытия регионального этапа конкурса «Учитель года-2019». Здесь же пройдут все конкурсные испытания. За звание лучшего педагоги со всей области соревнуются с 1992 года. В этом году на звание лучшего претендует 22 учителя из 20 районов. Ваша работа учителя, она классная. И вы об этом каждый день на доске пишете. Классная работа. Она действительно классная, вы это подтверждаете. Следующее исторически правильное решение вы сделали, когда пришли в конкурс. Конкурс условно разделен на три раунда. Первый включает в себя основную часть испытаний. Свой педагогический опыт и кредо участники должны в необычном свете рассказать или показать через самопрезентацию, классный час и методический семинар. Во второй раунд из 22 учителей пройдут только 15. Им предстоит пройти два задания – мастер-класс и образовательный проект. По итогу пять оставшихся конкурсантов приблизятся еще на один шаг к победе. Лучший из лучших определится в педагогическом ринге. Заключительное испытание третьего раунда. Мы хотим создать на конкурсе не только дух соревнования, мы хотим создать на конкурсе атмосферу дружбы. Мы хотим, чтобы все-таки конкурсанты проявили здесь себя в полной мере. Поэтому постарались не только конкурсными испытаниями на полные дни, но и культурной программой. Учитель русского языка и литературы Людмила Есин из Майнского района в региональном этапе конкурса участвует впервые. Педагог с 15-летним стажем признается, что желает победы всем. Ну, наверное, нужно творчески подходить к делу, ставить цель, стараться ее достичь, не забывать о том, что рядом с нами тоже педагоги, коллеги, то есть дух товарищества, он тоже должен присутствовать, несмотря на то, что мы конкурсанты. Имя учителя года огласят 16 марта, когда комиссия подведет итоги всех конкурсных дней. Рината Леулова, Александр Кудряшов, новости Ульяновской правды. Стать предпринимателем в старшем классе школы звучит немного непривычно, но факт остается фактом. Современная школа должна давать знания не только по привычным дисциплинам, но и научить финансовой грамотности. Причем не на уровне базовой математики со сложением и вычитанием, а именно с изучением нюанса ведения собственного бизнеса. С вопросами коммерческого просвещения школьников разбиралась Виктория Черкова. Развить деловой талант возможно у любого школьника. Главное пораньше объяснить элементарные основы коммерции. Для этого и введен курс основы предпринимательской деятельности в программу старшеклассников. Инициировал экономическое просвещение губернатор Сергей Морозов. С его подачи ученики 24-й гимназии начали изучать основы ведения бизнеса. Учебное заведение стало одним из первопроходцев. Директор школы этому рада и готова дальше работать в этом направлении. Это учебный курс основы финансовой грамотности, основы предпринимательской деятельности. В нашей гимназии этот проект мы поддержали, поскольку на протяжении 10 лет мы осуществляем прием в 10-й профильный социально-экономический класс. И именно в 10-м и в 11-м профильных классах ведутся эти оба учебных курса. Будущие экономисты и акулы бизнеса с удовольствием посещают занятия. Уроки проходят во второй половине дня, поэтому ребята приходят на факультатив отдохнувшими и готовыми работать с информацией. Софья Гаврилова, автор лучшего бизнес-проекта, она поделилась впечатлениями о пройденных курсах и рассказала о планах на будущее. Раньше я была уверена, что хочу открыть свое дело, стать предпринимателем, но после того, как начала изучать все эти нюансы, риски, с которыми я могу столкнуться, я начала задумываться, точно ли я хочу открыть свое дело. Потому что очень много нюансов и надо уметь управлять рисками. Самый интересный бизнес-план у тебя какой был? Я хотела открыть свою кофейню, уютную, как домашнюю. И с этим проектом я победила. Одноклассник Софья Андрей тоже рад новым знаниям. В план занятий входит не только сухая теория. Встречи и мастер-классы с местными предпринимателями проходят регулярно. Участие в Лиге школьного предпринимательства позволяет проникнуться сутью профессии предприниматель и создать свой первый бизнес-проект. Безусловно, каждый родитель хочет вырастить успешного человека. Эрудиция и подковность в материальных вопросах должны быть у каждого, независимо от выбранной профессии. Я считаю, что экономика – это основа нашей жизни. Мы, может быть, даже как родители, не всегда можем научить нашего ребенка всему, что ему нужно во взрослой жизни. В основу программы также заложены правовые и финансовые дисциплины. Просвещение гимназистов началось в 2018 году. Скоро и остальные ульянские школы войдут в новомодное бизнес-течение. Виктория Черкова, Юрий Ломатов, новости ульяновской правды. По информации Ульяновского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в предстоящие сутки в Ульяновске ожидается неблагоприятная погодная обстановка. Завтра в течение всего дня сохранится около нулевая температура. На дорогах сильная гололедица, поэтому водителям рекомендуется быть предельно осторожными. Это все новости на сегодня. Смотрите нас на информационном портале управда.ру. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин